Разговариваю дед с внуком. Когда я был молодым, то женщины были не такие доступные, как сейчас. У вас, дедушка, все тогда было дефицитом. Охотничья водочка из морозилки хороша под дичь, сказал Вася и включил по ящику новости. Послала сына в магазин. Купи сметану, а на сдачу купи хлеб. Вернулся без покупок. А где покупки? Сметаны не было. А хлеб? А где я тебе сдачу возьму? Переехала в другой город. Ни родни, ни друзей, ни знакомых. Вообще супер! Знаешь, что бывает с девочками, которые не хотят есть манную кашу? Да, мамочка, они становятся стройными и работают манекенщицами. Иногда просто нужно сменить мужчину и... Опачки! Ты снова умница, красавица и офигеть, как готовишь! Спросила подругу, зачем она постоянно пьет успокоительное. Ответ шикарный. Друг, че случится? А я раз спокойная. Сегодня на птичьем рынке Фима продал своего почтового голубя. Недорого, но в пятнадцатый раз. Не люблю читать книги. Всегда слишком много персонажей. Забываю, запутываюсь, кто есть кто. Почитай Робинзон Крузо. Тебе понравится. На приеме у Кулиста. Любезный! Да как вы вообще сюда добрались? Жили они долго и счастливо, а после разбода стали жить еще дольше и счастливее. Не так давно в интернете сетовали, что стеклопакеты лишили людей узоров на окнах. Моя претензия к прогрессу не такая романтическая. С появлением мягких натяжных потолков у меня пропала возможность шваброй объяснить соседям сверху, что не надо орать рано утром в выходные. Вы уже сдали деньги на шторы в классе? Женщин, отстаньте! Я просто мимо школы прохожу!